Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше вещание. Сегодня в студии нас ждет разговор с очень умными и талантливыми гостями. Но прежде я предлагаю узнать, какая погода будет в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11. Температура ночью 11,16. В горах до плюс 10, а днем 18,23 выше нуля. И местами до плюс 15. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура ночью 14,16. А днем 20,22 градусов тепла. Три по сто. В Черкесске три выпускницы из гимназии номер 17 набрали наивысший бал на ЕГЭ по русскому языку. Лейла Абтуразакова, Алия Алиева и Диана Казиева не раз становились участницами и победителями различных этапов Олимпиад по русскому языку, литературе и другим предметам. А также творческих конкурсов международного и всероссийского уровня. А их наставником является педагог с внушительным стажем Татьяна Михайловна Кубракова. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам в гости. Я хотела бы поздравить в первую очередь вас, Татьяна Михайловна, с результатом ваших воспитанниц и девочки, конечно же, вас. А ни для кого не секрет, что этот год у нас объявлен годом наставника и педагога. И Татьяна Михайловна, наверное, это особая причина для гордости в такой год получить такой результат своей работы. Расскажите, пожалуйста, когда вы узнали о том, что ваши девочки получили такой высокий результат в Сетре? Какие эмоции были? Гордость переполняла? Конечно. Ведь это такие достойные ученицам. Это радость моя, это гордость. Вообще девочки, начиная с пятого класса, вот как вы уже сказали, участвовали по возможности в различных конкурсах творческих. Девочки очень начитанные. Девочки, которые любят читать. К концу десятого класса они уже могли выполнять все задания ЕГЭ на сто баллов. Это проверено. Поэтому этот год они просто повторяли все и получили то, что я ожидала. То есть для вас это не стало таким сюрпризом? Это была закономерность. Я даже больше ждала, больших результатов. Больше, чем 100 баллов? Нет, от других детей. Класс очень сильный. Там много детей, получивших 90 и выше, 80 и выше. То есть справились все. А скажите, пятерка по русскому языку, по ЕГЭ, это сколько баллов минимально? 70. То есть выше 70, это пятерка, а у вас получается выше 90, остальные ребята, да? Да. Практически класс отличников получается, да? Класс очень сильный, очень хороший, трудолюбивый. Но я знаю, что не в первый раз под вашим началом выпускаются 100-бальники. Вот расскажите, пожалуйста, в чем секрет вашего успеха? Какой подход к детям вы применяете, что вот они показывают такие серьезные результаты на выпускных экзаменах? Ну, во-первых, когда беру я их в пятом классе, моя цель – привить им любовь к русскому языку. Надо полагать, раз у вас по 100 баллов за экзамен по русскому языку, то, конечно, наверняка вы любите этот предмет. Татьяна Михайловна, расскажите, пожалуйста, используете ли вы какие-то дополнительные материалы при обучении детей, ну, помимо тех, которые прописаны в основной программе школьной, да, и утверждены Министерством образования? Ну, мы дополнительный учебник, начиная с пятого класса, использовали учебник Разумовской. Поэтому он бы как факультативный шел, но материала было больше. Я думаю, это все помогло детям полюбить русский язык и более углубленно его изучать. Ну, вот, насколько я знаю, мы, конечно, позже перейдем, каждая из девочек, все они выбрали негуманитарные направления, скажем так, в дальнейшем, да, чтобы связать свою карьеру, там, будущее. Для вас, как для преподавателя русского языка и литературы, насколько все-таки приятно, что, несмотря на это, именно русские, они сдали по 100 баллов. Кстати, хотелось бы вот нашим телезрителям, да, вот, сказать, что на данный момент три ваших воспитанницы входят в четверку детей, которые получили по 100 баллов в нашей республике. И они вот единственные, кто по русскому языку на данный момент, да, вот, являются стубальниками. Вот для вас, как для преподавателя, насколько это важный момент, что они все-таки любят и уважают русский язык, судя по результатам? Ну, я считаю, что это доказательство того, что дети любят русский язык. Это доказательство того, что экзамен все-таки адекватный и может сдать его на высшие баллы любой ученик, который будет хорошо знать теорию, логически мыслить, анализировать, уметь писать сочинения. То есть я считаю, что это адекватный экзамен, который помогает нашим детям из провинции поступать в столичные вузы. Тем более, что все три девочки нацелились именно в Москву. На столицу, да? Это хорошо. Да, я очень надеюсь, что все получится у них. Ну что ж, я не сомневаюсь на самом деле и в любом случае заранее желаю вам всем удачи. Такой вопрос. Вы все сдавали экзамен в один день, правильно я понимаю? Вы одноклассница, да? Вот Татьяна Михайловна, какие эмоции и переживания были? Были ли вы в этот день там со своими детками, там где проходил экзамен? Нет, где проходил, нет. В школе была. Конечно, я очень волновалась, а дети нет. Я им сказала, идите. Вы знаете, у вас твердые знания. Волноваться будут мамы и я. А вы в этот день не волнуетесь, да? Вы просто знаваете. Ну, я считаю, что им не надо волноваться, если у тебя твердые знания. Они уверенно шли. Они знали все. Спокойно сели. Как обычно мы работали. Все два года работали. Поэтому они взяли кем, прочитали, ответили. Сделали все, что от них зависело. Да, сочинения там, конечно, требуется более внимательно читать текст. Сейчас самое главное – это знание текста. А чтобы его хорошо знать, надо правильно очень много читать, тренироваться. Мы сочинения писали еженедельно. Вот сочинения в формате ЕГЭ мы писали еженедельно. Они приносили. И вы проверяли? Проверяли, конечно. Также мы решали. Вот готовились мы блочно. Орфография сначала шла. Пунктуация. Развитие речи. Языковые нормы. Лексика. А потом все это мы закрепляли в кимах. То есть тренировочные упражнения в формате ЕГЭ. Если были ошибки, анализировали. Но я еще раз хочу повторить, что все эти три девочки готовы были год назад написать. Они просто пошли и сделали то, что они умели сделать. Да, поэтому ни волнения никакого не было у них. По ним заметно, что они достаточно такие уверенные, спокойные, сохраняют спокойствие. Девчонки, давайте перейдем, наверное, к вам. С кого первым начнем? Кто у нас тут самая отважная? Ну давай с тебя, Лев. Расскажи, пожалуйста, нам, как для тебя лично прошел экзамен? Права ли Татьяна Михайловна, что волнения вообще не было? Или все-таки где-то немножечко вот такой мандраж присутствовал? Честно, я шла на экзамен с полной уверенностью, потому что, когда я зашла в аудиторию, открыла свой ким, я увидела, что все задания, которые в моем киме, я могу выполнить. И испытала такое удовольствие от того, что я могу все сделать. Честно, подготовка была, конечно же, сложной, потому что нужно было с 10 класса каждый день усердно готовиться к экзамену. Но когда в конце года я уже решала варианты на 100 баллов, честно, испытывала наслаждение, конечно. Очень рада. Ну это здорово. Это подтверждает тот факт, что, как вот сказала Татьяна Михайловна, в принципе, если готовится, любой может сдать. Алия, для тебя как? Для меня я тоже абсолютно не волновалась. Я вот знала, что я напишу на... даже если на 100, на 90 плюс точно. Ну вот это будет для меня первый ЕГЭ, то есть первый мой опыт такой подобный. Ну, в принципе, я думала, что я буду больше переживать, но если честно, я вообще не переживала. Я даже не сразу поняла, что это ЕГЭ, а не какой-то вот пробник, который на Татьяне Михайловне... Не заметила разницы, да? Да, если... Ну, не зря говорят, да, если ты повторяешь одно и то же действие многократно, то, в принципе, результат, как правило, да, вот он может быть ожидаем. Диана, ну а для тебя как? Ну, примерно так же аналогично. Я была уверена, что напишу на 90 плюс, потому что всегда так писала, даже если не на 100, то на 90 плюс. И в итоге написала. И, как сказала Алия, как такого волнения в аудитории тоже не было. Ну, мы и на Олимпиады ходили, а там примерно похожая атмосфера, и поэтому уже как-то, ну, разницы не было. Да, привычно было. Девчонки, ну, слушайте, вы были готовы к тому, что вы получите 90 плюс баллов, но получили по 100. Все-таки, ну, чуть-чуть, наверное, присутствовало удивление. Вот какие эмоции, когда узнали, что вот вы втроем получили 100? Ну, поделитесь вообще. Приятно было осознать? Конечно, естественно, приятно. Естественно, была в шоке. Ну, я, конечно, ожидала 90 плюс, но когда мы с родителями утром посмотрели мои баллы, все, наверное, да. Праздник, да, устроили такая дочь, а сегодня мы будем есть торт, наверное, что-то типа такого. А у тебя как прошло? Да, я ночью сидела, два часа ночи. Обновляла до страницы? Я обновила, потом я увидела стоя, просто глазам не могла поверить. Я думала, что это ошибка какая-то, ну, просто вот настолько это было, мне кажется. Девчонки, а вот одноклассники там, другие учителя, вообще, как Татьяна Михайловна вас поздравила? Расскажите, как? Собрала собрание, может быть, и сказала, вот девочки молодцы. Как вот прошло? Как это реагировало? Ну, Татьяна Михайловна, конечно же, была очень рада, но мне кажется, она была в нас уверена, поэтому так сильно не удивилась, но... Да. Так и было, да, примерно? Она, наверное, другим ученикам сказала, так, почему не сто? Да. Что-то типа такого, да, наверное? Одноклассники, конечно, тоже радовались за нас все. Очень поддерживали. Девочки, ну, ЕГЭ ни для кого не секрет, что это вот такая ступень во взрослую жизнь, да, и как бы сейчас, понятно, заканчиваются экзамены школьные, и скоро начнется студенческая жизнь. Хотелось бы узнать, определились ли вы уже, в принципе, со своими направлениями, и какие, может быть, другие экзамены уже сдавали, и, в принципе, куда хотите поступать? Ну, давай, с тебя. Я буду поступать в медицинский университет, с детства я думала об этом, и уже как бы, не знаю... Запрограммирована, да? Да, у меня такая установка в голове, что я туда иду, и мне это нравится. Я уже сдала все экзамены, у меня по химии 99 баллов. Угу, по химии 99, это просто вдуматься! Вообще! И жду результаты по биологии. Ага. Ну, получается, ты уже так, на чиле, на расслабоне, да, ожидаешь просто результата. Ну, я уверена, что там тоже будет пятерка, и успехов тебе желаю при поступлении. А, кстати, решила, на какого медика пойдешь? На самом деле, я люблю детей, поэтому на педиатра. Вот это неожиданный поворот! На педиатра, надо же! Ну, будем надеяться, что твоя мечта непременно сбудется. У тебя как определилась с выбором вуза? Конкретный вуз нет, но я предполагаю, что в технический, то есть я к этому готовилась, и в Москве, ну, если получится, надеюсь, что получится, в Бауманку или, может, в Плеханово вот. Серьезные такие достаточно заведения учебные? Ну, это будет поводом для гордости для всей республики, когда выходец, да, ну, в данном случае девушка с Карачаево-Черкесии поступает в такое высшее учебное заведение, это на самом деле здорово. Я уверена, что тебя непременно примут, посмотрев на все твои победы и на все твои результаты. Было бы хорошо, конечно. Все экзамены позади тоже, да? Ну... А, еще есть сюда, да? Ну, а ты кем будешь? Я тоже, как Диана, собираюсь в Бауманку, конечно. Я... мне еще предстоит сдать экзамен по математике, и если результаты будут высоки, я даже собираюсь подать заявление в МГУ, сдать дополнительные вступительные испытания, и если повезет учиться там. У меня там сестра училась, так что... Ну, значит, у тебя есть все предпосылки для того, чтобы, собственно, поступить в МГУ, да? Почему бы и нет? Девочки, хотелось бы вообще узнать, в общем и в целом, вот, обстановка на ЕГЭ вы несколько экзаменов уже сдали, что бы вы могли сказать о том, какая обстановка царила у нас вот здесь, да, допустим? Ну, я так понимаю, вы в Черкесске сдавали, да, экзамены все, да? Вот сложно ли было психологически, морально, или, в принципе, все было в порядке? Что бы могли сказать? Ну, сложно не было, прям нервов таких не было, я думаю, что будет гораздо серьезнее, гораздо хуже, но там было нормально, если честно. Прям такого морального давления, как я думала, не было, если честно. А у вас, девочки? На мой взгляд, наверное, самое такое нервное, это именно ожидание, потому что мы заранее же приходим и сидим, ждем, пока вот настанет момент, когда начнут на месте печатать эти кимы, да, и вот именно это ожидание нагнетает. А в остальном, когда уже садишься за работу, уже именно в задание вникаешь и забываешь о том, что ты находишься... На экзамене, да, таком? Да, ну, в такой атмосфере. Ну, просто с самого года, с самого начала года я себя настраивала морально на то, что я должна прийти и просто написать, и быть уверенной в себе, поэтому, когда я пришла, я не испытывала никакого волнения, и там была довольно-таки спокойная обстановка, и все прошло. А вот в следующем году будут сдавать другие уже выпускники ЕГЭ. Вы могли бы дать несколько советов тем, кому только предстоит данное испытание, чтобы могли своим, скажем так, младшим последователям... Ну, я бы посоветовала систематизировать свою подготовку, то есть там расписывать расписание дня, когда что нужно делать, потому что так намного легче готовиться. Также я бы посоветовала морально себя настроить на то, что это всего лишь ЕГЭ, если честно, оно не прям повлияет на нашу жизнь. Просто быть уверенным в себе и надеяться только на себя. Вот это мои советы. Вот мне очень нравится эта позиция, подход, что это на самом деле всего лишь ЕГЭ, да, потому что мы слышим, что по России случаются такие достаточно неприятные ситуации, когда дети настолько сильно переживают. И мне кажется, что все-таки нужно прислушаться вот и как бы запомнить этот момент. Очень мудрую вещь, Лейла сказала, что несмотря на то, какой будет результат по ЕГЭ, все равно это не определяет вашу дальнейшую жизнь, да? Ну, а вы, девчонки, какие советы дадите тем, кто помладше, кто еще пока что не сдавал ЕГЭ? Не знаю, я согласна с Лейлой, и в целом просто создается такой ажиотаж вокруг этого, а на самом деле, ну, это действительно просто экзамен, можно как минимум пересдать в следующем году, если просто не понравились баллы, и поступить потом. Ну, и действительно, готовиться вовремя, готовиться вовремя. Мне, если честно, нечего добавить. Все то же самое, да, по сути? Абсолютно согласна с ней. Татьяна Михайловна, скажите, вы какую-то психологическую работу с детьми проводили перед ЕГЭ? Ну, понятно, знание, это все хорошо, да? Что вы им говорили? Какое-то там заклинание? Это не конец света. ЕГЭ – это обычный экзамен. Ну, вот представьте, что вы сидите на срезе, у нас довольно часто срезы, правда? В нашей школе, да. Проводят. Вы сидите на срезе и работаете. Только вы в другой школе это делаете. А, да, вы же в другой школе, да, присутствует? Поэтому зашли, взяли работу. Спокойно, да, сели, делали. Спокойно, вчера, читались и начинаем работать. Там ведь ничего нет такого, чего мы не изучаем в школе. Все, что было в программе, да, то есть в ЕГЭ. Понятно. А скажите, бывало такое, что, может быть, ваши коллеги, ну, преподаватели, у кого поменьше стаж педагогический, обращались к вам за советом, может быть, по поводу подготовки к ЕГЭ, там, как ребят настроить или еще что-то. Такое бывало в вашей, ну, практике, скажем, не обязательно в этом году, но, может быть, до этого? Ну, бывало, конечно, но я хочу подчеркнуть, у нас очень хороший коллектив в гимназии 17, очень дружный, во главе с администрацией. У нас директор, вот, совсем недавно, как вот еще можем сказать, но он как-то помогает нам. Никогда не слышим отказа с его стороны. Поэтому... Создает атмосферу в коллективе, которая способствует вот этим результатам, да, в том числе. Ясно. Вообще дружный, хороший, знающий, ведь мы, наша гимназия каждый год дает стобальников, каждый год. Тут стабильные результаты, да? Да. И вы, кстати, в числе передовиков, учитель, который выпускает стобальников. Обязательно у нас есть Бойко Ольга Федоровна, Виолетта Владимировна Степанова, Лениченко Любовь Федоровна, Ирина Рамазановна и Дива. Вот, ну, у нас есть учителя, которые в этом году тоже, помимо меня, выпустили Ольга Федоровна Бойко, Ирина Рамазановна. У них тоже были детки, у кого 97 баллов, 95 баллов. Это тоже очень хороший результат. Ну, надо полагать, если 70 баллов пятерка, то 95, я думаю, вполне хороший себе результат. Так что коллектив хороший. И вот выпускники ваши замечательные. Да, они подтверждают. Это результат работы. Но сейчас, в этом году, у вас уходит 11 класс, правильно? Да. И получается, со следующего года вы будете опять брать пятиклассик, правильно? Или как? Вот как это устроено, работать? То есть новый класс появится, который вот вы с пятого класса будете вести? С пятого? Это мой, где я класс, я не классный руководитель, это классный руководитель. Все, понятно. А так у меня есть такой пятый, шестой. Которых вы тоже уже готовите к ЕГЭ потихонечку. Девочки, ну, я знаю, что у вас пока еще не состоялся выпускной, да? Я хотела бы вам пожелать самого красивого, яркого выпускного бала. Татьяна Михайловна, вам тоже. Вы как преподаватель. Да, это каждый год для вас, я тоже думаю, праздник и повод для гордости. Я хотела поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сегодня к нам в студию, пожелать вам успехов в дальнейшей жизни. Девчонки, экзамены, которые вы еще не сдали, пусть они будут также на 100 баллов. Тебе тоже желаю, вот результат еще один, пока ты не дождалась, на 100 баллов. Надеюсь, что все ваши мечты, желания обязательно сбудутся. И Татьяна Михайловна, хотелось бы еще раз выразить вам благодарность за то, что вы вот вносите такой вклад в развитие нашей республики и нашей молодежи. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Не переключайтесь и следите за нашим эфиром.